Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кисель и я решил сегодня начать серию видеообзоров по поводу дополнительного оборудования. Рассмотрим абсолютно все модули, которые мы можем поставить, но была мысль записать одно большое видео, но это было бы минут на 40 и вам было бы неудобно искать каждую определенную часть, и я решил то, что для каждого модуля будет отдельное видео. Так вам будет проще все это найти. Рассмотреть будем на примере катера, поскольку это, во-первых, он у меня имеется, он имеет восьмой слот внутренний, это пока максимальный слот в игре, и на этом будет гораздо проще все это дело смотреть, потому что, допустим, с дронами там некоторая проблема, они, ну там, местами прыгают. Ну что ж, друзья, с вас как все, лайк, подписочка, а с меня контент, поехали! Ну и как вы поняли из названия этого видео, разговор пойдет за грузовой стеллажи, трюм, как хотите называйте. Заходим на оборудование, смотрим, вот наши грузовые стеллажи, залетаем в наш магазин, убираем их и наблюдаем то, что они имеют градацию от 1 до 8. У них нет А, Б, С, Е, Д и прочего, они все просто Е-классы и все, от них требуется лишь только, чтобы в них что-то могли погрузить. Смотрим, первый дает 2 тонны, второй 4, третий 8, четвертый уже 16, дальше у нас идет такой уже нормальный скачок с увеличением. Пятый 32, шестой 64, седьмой 128, и тут уже восьмой, который вмещает в себя аж 256 тонн. Это очень и очень многое. Теперь давайте обсудим, зачем они нужны. Как минимум для того, чтобы хранить грузы. Торговля, добыча, не минералов, а руды и прочего. Но еще для дронов, к сожалению. Да, в этой игре вы не сможете воспользоваться никакими видами дронов, будь то сборщики, геологоразведчики, заправщики, никак. Так, если у вас не грузового отсека, где они находятся, и почему-то один дрон весит одну тонну. Я не знаю, как и с чем это связано, но вы таковы реалии этой игры. И да, данные модули вообще ничего не весят. Если мы сейчас зайдем в их информацию, если такая вообще у нас будет, узнать больше. Класс, рейтинг, микроизвестимость. То есть, если сейчас в данный момент я просто продам его, максимальный прыжок останется точно такой же. Если что, максимальный прыжок, это прыжок, когда у вас пустой трюмой маленькой количестве топлива. Текущий, данный какой у него сейчас есть, он меньше максимально, поскольку я заправлен. И минимальный, это когда у меня полный топливный бак и полностью все загружено. То есть, я сейчас все это продаю и, как вы видите, это число осталось неизменным. Ну и это, потому что сейчас веса у этого модуля нет никак. Так, я не знаю, как так получилось, что стеллажи ничего не весят, но, как видите. Также, при условии того, что у вас есть ваши грузовые стеллажи, вы можете скидывать имеющуюся у вас на корабле груз. Ну, причем двумя различными способами. Вы можете просто сбросить груз, груз будет сброшен и вы... Ну, то есть, ну, вы останетесь его владельцем, либо же просто бросить, груз будет сброшен и перестанет считаться вашей собственностью. Ребят, только, пожалуйста, не надо этого делать, блину, станции, из этого смогут расстрелять. Меня так один раз расстреляли, сколько я случайно что-то сбросил. Я не помню, что это уже было. Давайте сброшен и груз, потому что есть еще одна возможность использования грузовых отсеков. При уничтожении различных кораблей с них будет валиться что-либо. Это будут материалы. Чтобы собирать материалы, естественно, нам нужно выпустить грузовой ковш, который дает нам для этого ДОСТ. Нажимаю кнопку Home, если не ошибаюсь, и мы это можем делать. Но с кораблей не падают, целенаправленно именно грузы. Чтобы это делать, нужно работать через дронов-узломщиков трюма, но это тема не этого видео. Чтобы просто подобрать что-то к себе, нам нужно нацелиться на этого дрона. В данном случае, либо на какую-либо другую выброшенную часть. И просто подлететь. И работаем по этому экрану. Центруемся, правда, это помогает. Можно сделать автоматически, используя дрона-сборщиков, но у вас их может не быть, либо просто у вас не поместится. А пособирать что-нибудь найденное хочется. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В описании под видео будет ссылочка на плыли со всеми видео и стримами, которые были отсняты мною для вас, мои дорогие, по LA Dangerous. Там уже свыше 100 штук, это много. Есть практически обо всем, но планы-планы долгие. Снимать еще очень много. Также будет ссылочка на Инстаграм, группу ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. Да, и во всех этих сетях я скидываю данные в выходе видео, чтобы могли прям смотреть из них. Так что подписывайтесь, куда вам удобнее и пользуйтесь. Можете вообще на все, я буду вот этого только рад. Подписчики просто говорили, что когда видео выходит на Ютюбе, не всегда им приходят оповещения. Бывали случаи, что видео уже как день на канале, а многие даже его не видели из моих. Тебе спрашивают, что ты не пишешь? Я говорю, я вам написал, вот, пожалуйста. В общем, для этого столько соцсетей. Ну, на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok